Это совершенно бесчастная ситуация. Это, можно сказать, речащая ситуация эксплуатации любых самолетов, любой авиакомпании, любых стран. Мы с этим сталкивались, у нас тоже в России имеется в виду, в СССР сталкивались. Ничего критичного в этом нет. Главное, чтобы Земли подтвердили визуально, что со стойками шасси. Для этого есть бинокли, теодолиты, диспетчера могут посмотреть визуально, сделать проход, самолет делает проход перед КДП. И им говорят, да, у вас отвалилась стойка шасси. На Земле подтверждают, что нашли стойку, не стойку шасси, а одну из колес или пару колес из стойки шасси. Вот и все. А дальше дело техники экипажа. Ну, в данной ситуации экипаж молодец, справился. Но я должен сказать, в чем проблема-то? Все российские аэродромы после Советского Союза были негодно в состоянии. Если кто-то летал на самолете Ту-154, Ту-134 пассажирами, слышали, как самолет дребезжит на взлете и на посадке, как грохочет. Это были стыки наших плит, бетонных плит. Но сейчас-то уже другое дело. Сейчас многие аэропорты приведены в соответствии с ИКО и европейского стандарта. И очень плавные посадки, плавные пробежки. Это стыки, стуки не слышны. Самолет не дребезжит. Ну, что случилось? Дефект определит только комиссия, аварийная комиссия. Естественно, есть рекомендации. Если не выпустили шасси, все, например, ну, желательно хотя бы передняя стойка, чтобы выпустилась. Потому что самолеты длинные после касания, как обычно, они клюют носом и бьются носом. Это тяжело. Тяжелые удары бывают. Поэтому рекомендую садиться на грунт. У всех аэропортов, во всех аэродромах должна быть запасная полоса, грунтовая. Такой же длины, только грунт, трава и так далее. Потому что коэффициент тренни минимальный. И как тренинг с бетоном, металл, искри и пламя не может возникнуть. Если этого нет возможности технических, то, как обычно, поливают полосу пеной, чтобы самолет скользил и не горел. Так что это технические вещи. Но последнее, конечно, и самое важное, это уже самообладание экипажа, ее психологическая подготовленность, взлетенность экипажа, взаимопонимание внутри экипажа и мастерство командира. Как самого командира элитчика, который в этот момент управляет самолетом, так и экипажа, который должен ему помогать в каждом его движении и в шаге.